Кораблёвы и Ширшиковы породнились благодаря детям. Но идиллия новоиспечённых родственников рушится, когда им приходится жить под одной крышей. А тут ещё появляется новый герой, за симпатию которого они соперничают. Сидихин и Валюшкина, Аук и Тимофеев снова в Азовском районе. Снимаются новые серии 4 и 5 сезонов сериала «Соседи». Свинья, варька, гуси, пугало, неухоженный мини-пруд и домик. Здесь живут Ширшиковы. Деревня как деревня. Не то, что у соседей через забор. Москвичей Кораблёвых. Красивый дом, дорожка из камня. Клумбы, гномы, гамак. Как тут не позавидовать. В новых сезонах сериала «Соседи», который по заказу телеканала «Россия» снимает мост или фильм «Дистрибьюшн», страсти в отношениях таких разных семей закипят ещё сильнее. Почему эта история нравится зрителям, которые смотрят наш сериал? Потому что в жизни мы часто очень собираемся, когда с соседями, с тем, кто рядом с нами, начинаем выяснять, кто лучше, кто хуже, у кого там, я не знаю, красивее забор, а у кого выше деревья. Жители хутора Обуховки, основного места съёмок, соседству с киношниками несказанно рады. Ведь могут лично пообщаться с любимыми актёрами. Еленой Валюшкиной, Юлией Аук, Владимиром Тимофеевым и, конечно, Евгением Сидихиным. Те люди, которые приезжают сюда в церковь с разных деревень, подходят к нашей съёмочной площадке. Говорят тёплые слова, это всегда очень приятно. Актёру это важно. Видеть и чувствовать какую-то отдачу от людей, какой-то позитив. Чернокожий беспризорник, которого спасли от бандитов Ширшиковой и Кораблёвы, хлопот доставит обоим семействам. За внимание сироты Максимки по-матерински будут соперничать утончённая учительница музыки Ольга Кораблёва, её играет Елена Валюшкина, и волевая, подчас грубоватая, деревенская Татьяна. Впрочем, свою героиню Юлия Аук раскрывает с разных сторон. Она сильная, но при этом она добрая, мягкая. Она очень любит своего мужа. Она ему всё прощает. И даже если она бывает строгой, то всё равно в конечном итоге она любит так, и она любит всех, что она умудряется найти компромисс. Когда продолжение комедийной истории о российских Монтеке и Капулете выйдет на экраны, пока неизвестно. Но завершить работу над проектом планируется уже в следующем году. Наталья Самойлова, Юрий Санкин, Азовский район.